Всего два оборудования для производства и 19 сотрудников на территории индустриального парка Кангаласы начал работу завод акриловых красок. Основное составляющее производства – местное сырье. Подробнее о заводе расскажет Юлия Великодная. Мы видим, что на самом деле сегодняшнее предприятие – это крупнейшее предприятие на Дальнем Востоке по производству лакокрасочной продукции. С этим успехом, нашим коллективным успехом, я от всей души вас, нас поздравляю. Состоялось торжественное открытие завода на территории, опережающего развитие в Кангаласах. Компания «Беге» производит акриловую краску. Ассортимент представлен из 50 видов высококачественных лакокрасочных материалов, устойчивых к низким температурам. В 2013 году стали резидентами технопарка. И это существенно помогло для становления нашей компании, потому что мы размещались полностью в производственных помещениях технопарка на льготных условиях. И после трех лет мы уже выпустились и уже сами построили завод. Цена краски ниже рыночной в 2-3 раза, благодаря собственной технологии, которая разрабатывалась в технопарке Якутия. На сегодняшний день объем производства 5 тонн в день. Очень большое значение, потому что это первая территория приезжающего развития, которая нацелена на малый и средний бизнес. Беге, как Кюн, например, мы должны с ними очень тщательно работать, потому что такие компании, как Беге, должны подключаться к промышленным компаниям. Мы добились того, что Кюн будет поставлять сейчас свою воду в Алросу. Мы тоже самое должны сделать с Беге и с другими компаниями, которые будут резидентами в этом торе. Свою продукцию в ближайшее время Беге планируют вывести на российский рынок. В Якутии же у производителей уже есть свои постоянные клиенты и налажен товарооборот. Они были первым резидентом технопарка, первым выпускником и первый резидент Торгангаласа. И начинали они с объема 0 рублей. Когда выходили из технопарка, у них объем продаж был где-то 50 миллионов рублей. К 22-му году мы поставили им план выйти на миллиард рублей наоборот. То есть они должны с Владивостока до Новосибирска, весь Урал закрыть нашей краской якутской. Главной задачей технопарка остается продажа интеллектуальной собственности. Ну а что касается производителей, которых около 100 в Якутии, в скором времени, как заявил директор технопарка, мы о них услышим. Юлия Великодная, Евгений Рязанский, НВК Саха, Якутск.